30 лет назад, в первых числах июня 92-го, задержали террористическую группу «Бужор». Илашку и его подельников судили за убийство и подготовку масштабных терактов в Приднестровье. Илашку получил смертный приговор, но и главного террориста, его подельников, пришлось, по сути, отпустить. Их передали властям Молдовы в обмен на шанс урегулирования конфликта. Но этого, как мы теперь знаем, не произошло. Этой весной в Приднестровье будто бы повторилась весна 92-го. Новые теракты впервые за 30 лет. Организаторы и исполнители, как и Илашку с подельниками, тоже получали указания от молдавских силовиков. Денис Мартыненко провел параллели весна 92-го и 2022-го. Только представьте эту атмосферу. Сцена. На ней стоит клетка, а в клетке люди. На них с презрением, страхом и даже с интересом смотрят из зала. Люди в клетке улыбаются, позируют, машут флажками. Так и надо на сцене. Так и не скажешь, что это террористы, которые безжалостно убивали людей. А прямо сейчас выносится самый страшный в истории Приднестровья приговор. Это копия смертного приговора Илашку. 75 страниц дела со страшными подробностями расстрела Гусара и Остапинга. 70 страниц – это подробности дела, показания, факты и фамилии. А еще 5 страниц – это статьи Уголовного кодекса. Приговор обжалованию не подлежит. Точка. В материалах дела его фамилия почему-то записана на украинский манер – Илашко. Хотя все его знают как румынского террориста Илашку. Посадите теперь, ребята. Террорист! Террорист! Террорист 30 лет назад. И террорист сейчас – это одно и то же. Настолько, что даже сложно поверить. Смотрите сами. В планах группы Илашку было взорвать нефтебазу на ближнем хуторе. Что-то похожее мы видели в день атаки на военкомат в мае 2022-го. Следующее. Уничтожить мост через реку Кучурган на границе с Украиной было. Подорвать дом советов. Сколько раз за последний год горсовет минировали телефонные террористы. А зданию МГБ досталось на самом деле. Планы террористов против Приднестровья и тогда, и сейчас очень похожи. Атака на важные объекты управления и снабжения. Но в 92-м сначала было другое. Группа Илашку буквально устроила охоту на людей с гранатами, оружием и взрывчаткой. В планах было убрать лидеров новой республики, чтобы посеять страх и панику, чтобы разобщить людей и заставить сомневаться. Кресты и памятники на обочинах – обычное явление для наших здоровых. Значит, здесь произошла страшная авария и в ней погиб человек. Но это не обычный памятник. Он и, можно сказать, поосновательнее. И оградка вокруг построена, и цветы приносят. Здесь 30 лет назад был сад, а между деревьев нашли сожженную машину Александра Гусара. Александр Гусара в 90-х собирал народное ополчение обычных невоенных людей, которые готовы были защищать Приднестровье. В ополчение шли рабочие, инженеры и учителя. Это известная и много раз рассказанная история. Сначала в марте 92-го в дом семьи Гусара бросили гранаты. Тогда покушение не удалось. А потом, накануне Дня Победы, 8 мая 92-го, вооруженные люди встретили Гусара у его собственного дома. Ударили по голове прикладом, кинули в машину, по дороге дважды выстрелили в голову, а потом сожгли вместе с машиной. Мемориал славы в Террасполе открыт в 72-м году, и тогда он считался завершенным творением архитектора. Вон танк, вот вечный огонь, вот фамилии советских солдат. Никто тогда и не предполагал, что это будут не последние захоронения на этом мемориале. Спустя еще 30 лет здесь появятся новые имена и новые плиты. Николай Остапенко, как сейчас бы сказали, был главой администрации Слободзейского района, писал первую конституцию страны и был депутатом Верховного Совета. Ему была положена служебная «Волга» и личные автомобили. И вот вроде и прошло уже 30 лет, но все равно как-то не по себе. Та же дорога, по которой едут, вероятно, те же машины, те же дома на окраине Карагаша. И вот то же самое место, на котором 30 лет назад нашли расстрелянную машину Николая Остапенко. Это только на архивных кадрах все блекло, и как будто не по-настоящему здесь, понимаешь, все это было на самом деле. Машину Остапенко расстреляли на выезде из Карагаша. Стрелявшие не боялись, не спешили и не жалели. Поэтому, когда закончились патроны, вставили новый магазин и продолжили стрелять. Водитель выжил. Николай Остапенко через несколько недель после теракта умер в больнице от ран. При задержании у террористов группы «Илашку» нашли взрывные устройства. 35 тротиловых шашек, снайперскую винтовку. Это самые известные эпизоды дела группы «Илашку». Люди, совершившие столько ужасного, во время приговора ведут себя нагло и вызывающе. «Илашку» как будто знает, что смертный приговор заменят на пожизненное заключение, и через 8 лет он выйдет на свободу. Его передадут Молдове. Это будет громкий процесс. В Молдове и Румынии «Илашку» станет мучеником и национальным героем. Вот он дает интервью телевидению. «Илашку» в клетке печатают на марках в Румынии. А пока он сидел в терраспольской тюрьме, его дважды избирали депутатом Молдавского парламента. Представляете, люди голосовали за то, чтобы террорист из тюрьмы представлял их интересы в парламенте, в котором он ни разу не смог появиться, потому что сидел. На воле «Илашку» принял румынское гражданство и стал сенатором и героем Румынии. Вот «Илашку» награждают за героизм и жертвы в борьбе за территориальную целостность Молдовы. Более того, Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы террористов группы «Илашку» и взыскал с России в их пользу около полумиллиона евро. То, что это террористы, и они убивали и планировали диверсии, суд не рассматривал вообще. Там как бы показали, убивать приднестровцев не преступление, это даже поощряется. Такие вот двойные стандарты. Денис Мартыненко, Дмитрий Рядькович, Отражение.